жир до ялте короче часа три дождь шоу непогода рыжик от прививки отошел и это ну да и ремня приоткрыта кто зайдет выйдет там по прохладе магазина тихо уже где-то время пол стол а его нету он убежал от радости на набережной можете представить и в шоке короче может он за грамм порванул паспорт вчера получил ты чай шибзик иду за капустой короче надо был в магазинчик один обычно в частниках просто капусту квашеную продают сильно кислая или дорогая а это вот здесь ну 250 стоит килограмм но зато там морковка добавлен такая знаете длины как это корейская и она не кислая такая ништяковая короче тут я на нее присел слушать у меня там ничего не хочу никаких фруктов не овощей а вот это пробивает на эту капусту меня постоянно мозгах капусты капуста 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 нет не донаты капуста капуста а а а ведь до некоторых все равно не дошло раньше так бабки называли капусты ясников нет а все вам покажу и я может уже 200 капуста но бочки на море сегодня не пойду отдохните немного от меня я от вас отдохну хотите сказать а чуть-то от нас устал что ли естественно ваши комментарии так читать заслужившись что ж хер уснешь я заметил все начинается с первого комментария вот кто как первый комментарий напишет от того все и пляшут дело прошлое как лазаревском вспоминаем привыкли что я снимал шарика каждый день а это в ролике шарика нету а комментарии пишет про шарика писаете я в ролике шарика то нету ты чё гонишь говорю да ну какая разница туда-сюда комментарии надо по тему по теме писать ролика что в ролике раз там собаки нет зачем про собаку писать а то можно подумать что вы уже по интернету ку-ку надо немножко контролировать себя люди вот купил капусту сколько я сказал 200 грамм или 300 вот она ведь с морковкой все пудик зайдем еще там хлебушек надо взять яички корм короче для собак круглые возьму круглые были такие мысли идти вечером поздно вечером часов в семь туда на набережную с удочком пройтись это пройти с удочкой порыбачить с удочкой то надо приходить когда закатик закатик приседает гора ты можешь там под закатом столько наловить сколько за полдня днем примерно не наловишь но что-то рыжик убежал настроение настроение меняется постоянно мысли были про рыбалку тут за капусту вспомнил я не козел но капусту люблю о вспомнил два дня лимон покупаю короче иногда так охота крепкий чай выпить и и именно с лимоном где он 155 но он такой старенький смысле смысле покоцанный только только пенсионеры такие берут как я нормальные люди не возьмут его уже вот ставриду наловил я да и вот пару сковородок вчера сегодня пожарил да и организм насыпался короче ставридку на нее смотреть уже не могу а так хотелось бы чтобы это побольше и покушать в смысле чтобы это витаминоз него цеплять чтобы все понемножечку есть да а чё-то ничего не охота в чем дело что-то стало мне на этом мясное постоянно я понимаю что его короче нельзя им грубить амипсанчик на мясное тянец так мне нужно топленое молоко под кофе разобрали демоны разобрали демоны постоянно на здесь стояла никто его не брал блин беру слои свои слова на обратно вот стоило 80 по моему недавно последний раз за эту сумму брал уже 103 я в не в шоке слушай они дрожи что ли там подкладывают под цены ну и все тут больше нечего брать тут больше нечего брать хотите покажу сколько вам горошек стоит кукуруза вот кукуруза 95 99 больших банках горошек 8 из 9 но 124 скидон там 8 из 9 короче вот эти консервы я последний раз в сочи брал пару раз здесь я тоже не их не покупаю вообще космос космос раз разлетел нахер в небесам с этой горбушей вот даже килька килька елки банки это что за цена кто может объяснить вот смотрите горчица горчица почему она такая дорогая не знаете 31 самый дешевый закатали ее как в это как зубную пасту и 84 стоит жестяночка однако заправочка для борща вот нашел смотрите первый раз увидел но это не то за что я вам говорю уже целый год в ялте это все не то но но что-то жидкое слушайте нифига себе ну 119 куда нахер им красная цена 40 рублей и вот в стеклянных банках вот в таких вот да даже побольше банка в сочи продавали вот все вот как вот нарисовано здесь он такой смачный был такой наваристый шарик помните как уплетал вот что я еще хотел сказать идемте дальше короче вот у нас нету в пуде где живу нет рыбы короче вот только такая смотрите вот она годами лежит ее никто не вообще никто не берет вообще никто я ни раз не видел чтоб кто-то сюда подходил и убрал и я ее не беру потому что там во первых цена конючая он 1339 819 339 400 300 519 999 вот продавали такую рыбу живую карасика вот такой вот еще котлеты есть из мяса птицы короче из мяса птицы короче ну вы такое не едите у меня все подписчики богатые ну я такой беру вот 500 грамм стоит 100 штук рублей ну вот они очень вкусные короче вот на сковородке чуть-чуть масло доливаешь до жаришь и там даже в них сок есть может представить я был шоке когда я пожарил первый раз и потом я присел сейчас стараюсь раз в две недели кто же брать они тоже вредный там что-то серого ну вот пришли мы к этим сухариком 49 49 возьмем и пойдем дальше люди берут это корзину ну а я как всегда как колхоз все в руке у меня все вот это я не понимаю почему вот эти вот макарошки стоят так дорого 119 54 34 самые дешевые и то там 400 грамм спагетти 43 самые дешевые 41 зависимость сколько грамм вот 71 69 гречка у нас 149 а я беру вот такую гречку по 114 вот такую сейчас я вам покажу ну рыжик ест значит нормально о мы с ним на пару ее тресками короче сейчас я не буду брать и завтра возьму некуда мне так хлеб дома есть короче и вот это непонятная тема вот с этим безобразием почему все дорого бля вот мыл у меня закончился вот слава богу вспомнил я детскую всегда беру короче 42 рубля надеюсь там нет ничего такого в этом мыле кожа не слезет с меня как вы думаете я на youtube видео скинул а на дзене статья про черныша на дзен переходить и там вопросы задавайте там ирина сама отвечает на ваши вопросы а то вы такие удивленные что то все человек кинолог как же он бросит собаку на что вы несете вот я в шоке над вами кто плохо на набережную теперь и в семье ему как бы плохо что вы задавайте вопросы короче вам ответят на дзене если честно на мне нравится когда собаки на набережной гуляют они там счастливые ходят свободные такие ну потому что здесь юг даже зимой для собаки это это не холод ну единственное что там надо поискать и корм самой туда-сюда короче это вам так кажется что да хер я не буду на эту тему говорить мне короче я люблю когда собаки это на воле ну и люди на воле когда человек в тюрьме сидит не ну ровнять опять не буду что-то я опять загнал слан ладно короче замяли тему можно тут месяцами разговаривать на эту тему каждый остается при своем мнении и все кому как нравится там мы идем домой рыжик прибежит конечно прибежит ну ну что-то переживаю вот видите привык я у это что он постоянно дома да ведь он всю зиму убегал на набережную и прибегал сейчас сейчас последний месяц дома вернее вместе уходим мы приходим ну пусть с барбосом пообщается то барбос в обиде на него скажет скажет ты чё коняра дикий бросил меня сколько мы километров намотали с тобой а ты уютненький домишко себе нашел а то-то и барбос вчера с рыжиком не стал общаться и выкинул дальше пошел не ну я успел ему это капли накапать от клещей ролик ни о чем просто сходил в магазин и назад видите солнышка нету асфальт мокрый дождик был всем до свидания всем покедова частный магазинчик что-то даже здесь дешевле чем в пуде допустим вот это молоко здесь всегда дешевле стоило если в пуде допустим раньше вот ну два месяца надо поймем 80 примерно стоило здесь 75 топленое молоко я вот сведи да давно уже много лет не ем не то что там что-то соблюдаю а просто когда я вышел с реанимации что 20 лет назад или побор не помню я вообще ничего короче мясное не ел им на 20 килограмм скинул и так бегал и как молодой как конь бегал короче и что я хочу сказать в этом вот киоске оно почему-то дешевые слушайте я считаю 285 я не знаю как называется я не знаю как называется не разбираюсь свинина короче какая-то там карбонат хер знает ну будем будет там на рублей сто сто пятьдесят дороже а у них почему-то такая цена вот в крыму и такие вот машины есть они 50 регион приехал отдыхать не или или это перегонщик какой-нибудь живет здесь ладненько всем пока соседка сказала что белка по утрам отсюда выходит кипариса вот по этим проводам 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 и пошла 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 туда за домом в лесок так что утряне на можно белку видеть кот черно тут половина коричневых как черный сгорел на солнце 123 регион цветы посмотрим цветы никак с вами не распрощаюсь цветочки назвал показать на самом ведущей как же так 70 процентов женщин смотрят канал 70 процентов ну домой пришел он у двери сидит майн френд майн френд йопра стейка где ты был май френд весь мокрый весь мокрый а ты где был это ты че так мокрый на набережный вода борьбочка видел понятно но здесь выходит и сидит там прохладно видите зашибись слушайте номера что он пришел что сказать давай снимем ты же домой пришел отдыханты от этого ошейника долбанного кто придумал это шейники ему бы наперить его блять пусть погуляет и и и и